День открытых дверей День открытых дверей Мы хотели позвать всех специалистов из наших партнерских организаций, из организаций, с которыми мы хотели бы наладить сотрудничество и рассказать ещё раз немножко о своей деятельности, рассказать о тех успехах, о тех плодах, которые мы получили благодаря нашему сотрудничеству с нашими партнёрами. и поблагодарить их за то, что на протяжении уже практически пяти лет они вместе с нами рядом и помогают нам в нашей нелегкой работе. Для тех, кто, может, хотел бы что-то спросить у Ольги, как человека искушенного в таких вот сложных делах, можно сказать, искушенный насилие какое-то, нехорошо это. Логично. Я хочу сказать, что выяснилось, что натуральные блондинки очень миниатюрные. Черт, как она, вот, кризисный центр, для меня это, мне кажется, очень сложным. Так вот, кто хотел задать какие-то вопросы, 695-97-357, номер телефона для смс-сообщения, 695-97-357, только смс-сообщение. Вот, а у меня вопрос такой, я как-то где-то слышал, что, вот, как бы, агрессорами в части семейных дел, или, может быть, скажем, как более так, гендерных отношений, то бишь мужчин и женщин, как я понимаю. Агрессорами, мне всегда казалось, являются мужчины в первую очередь. А оказывается, что женщины ничуть не меньше агрессивно проявляют себя вот в отношениях такого рода. Ну, может быть, как Вы думаете, может, Ваши впечатления? Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию, ну, скажем так, к современной точке зрения, да. Общество меняется. Взаимоотношения мужчины и женщины, и кто в доме хозяин, на сегодняшний день тоже заметно отличаются по сравнению даже с тем, что было 100 лет назад. И если раньше в основном основную агрессивную сторону, да, представляли собой мужчины, то сейчас... Так Богом положено, что мужчина, он охотник, он агрессивный. Сейчас ситуация меняется. Я не хочу говорить о том, что сейчас женщины агрессоры, но, тем не менее, каждая ситуация бывает, имеет свою специфику. Женщины тоже, к сожалению, довольно-таки часто являются агрессорами в отношении своих мужчин, но это все-таки не касается физического насилия. Ага, оно достает морально. Все-таки это больше психологического, морального насилия касается. Но, к сожалению, так оно и есть, потому что мы женщины, мы слабые, мы тоже устаем на работе, мы тоже недовольны всем тем, что нас окружает, мы тоже хотим чего-нибудь большего и лучшего, и поэтому, к сожалению, наши мужчины иногда тоже из-за этого страдают. Получают. Страдают. А как технология вообще? Вот столкнулся человек, не будем говорить, мужчина, женщина с какой-то агрессией. Дальше что? Можно прийти к вам, как-то укрыться? Или вот какая вообще схема? Ну, наш центр работает по нескольким направлениям, да. Если это ситуация, которая связана с кризисной ситуацией, с насилием физическим или психологическим, и необходимо временное размещение, то... Укрытие, наверное. Укрытие, да. Мы можем его предоставить на базе нашего центра. У нас есть для этого специально предусмотренные жилые комнаты, и женщина вместе с детьми или сама, в зависимости от ситуации... Нет, уже безможно в этой ситуации. Мы можем предоставить ей временное размещение на базе центра. Если ситуация требует просто вмешательства специалистов, то наши психологи, в первую очередь, юристы, социальные ассистенты могут предоставлять консультативные услуги без размещения в центре. Центр работает 24 часа в сутки, без выходных и в праздничные дни, поэтому, если такая помощь нужна, то... А вот если дело дошло уже до рукоприкладства, вы обязательно сообщаете в полицию или по желанию, скажем, человека, который подвергся? Мы самостоятельно этого сделать никак не можем, потому что в любом случае каждый человек сам... То есть, ну, скажем, женщина, она сама решает. То есть, пожаловаться она может в полицию или бы не надо? Только она сама решает. Мы не можем ее заставить или обязать. А вот пришла она, вот вы видите, что у него такой фингал под глазом, что просто места мало. Вы не будете никак это... Полиция никаким образом не будет извещена. То есть, вы ей скажете, ну, ты дорогая сама, подумай, если до утра заживет, тогда ладно. Нет, ни в коем случае. В любом случае с женщиной работают специалисты, психологи, социальные ассистенты. И совместно с женщиной они составляют план работы. Чего бы, в первую очередь, хотелось ей самой? О-о-о, хороший вопрос для женщины. Что бы вам хотелось? Ну, ситуации бывают различные. И что привело к этой ситуации? Что было лакмусовой бумажкой? Что было последней каплей? Почему вдруг ситуация дошла до такого состояния, до такой критической, скажем, точки? И специалисты стараются как бы предусмотреть несколько сценариев развития дальнейших событий. Для того, чтобы женщина смогла сама сориентироваться и принять решение, что ей делать дальше. Заявлять на мужа, просто уйти от него, помириться с ним или принять какое-нибудь свое решение. Интересно так, ну вот просто по жизни. Ну вот женский подход. А какой вариант чаще? Уйти, помириться, посадить тюрьму на сто лет? Ну, я не думаю, что посадить... Вот не как директор, по-женски вот так вот вспомните. По-женски, я не думаю, что посадить тюрьму на сто лет, это будет... Ну, я условно, хорошо вы понимаете. Нет, что вы думаете, это отдельный разговор. Интересно, как оно в жизни реально. Она скорее простит, или она скорее посадит, или уйдет? Ну, базовые три варианта. Скорее всего, уходят. Уходят. А вы никак не... Ну что ж ты, ну подумай, ведь жизнь там, ну надо понять его, он тоже там, ну выпил, ничего страшного. Или нет, вы не уговариваете? То есть, если решение принято, то все. Нет, мы не можем уговаривать, и это не наша работа. Наша работа — помочь женщине определиться в ее выборе. И так, чтобы она была уверена, что то решение, которое приняла она сама, это действительно правильное решение для нее самой. Наша задача — помочь ей научиться жить дальше. Или в этой ситуации, или выйти из этой ситуации. Мы не можем навязывать свою точку зрения, да? Потому что это неправильно. И если мы берем на себя обязанность решить для нее ее жизнь... Вы там прям ангелы все. Нет. Лопатки чешутся уже там, наверное, крылышки растут. То тогда, следовательно, мы должны будем всю жизнь ее оберегать. А вам интересно, что потом будет? Вот по случаям реально вы смотрите, что там дальше произошло. В любом случае... Жива ли она еще? В течение полугода мы поддерживаем связь. А бывают случаи, когда человек, опять же, ну, хочется сказать, женщина как-то, ну, по опыту своему, но все-таки человек становится вашим регулярным, так сказать, ПП... К сожалению, да. Да. То есть это круг людей, ну, скажем, не ограничен, но тем не менее. К сожалению, бывают такие случаи, и... Ну, опять же, да, мы все с вами сталкиваемся с этими проблемами ежедневно. Экономического характера. Ну, все-таки, в первую очередь, да. Социального характера. Когда у женщины несколько детей, и ей просто реально некуда идти. Да, можно снять квартиру. А муж считает, что они при делах вообще? Всякие бывают ситуации. Давайте... Нельзя сказать, что мужчины всегда во всем виноваты. Что-то я смотрю, вот, Ольга, руководитель семейного кризисного центра «Сотис», пришла такая достаточно энергичная на эфир, и, так сказать, я даже подумал, горело желанием рассказать, что-то тут у нее что-то настроение испортилось, по-моему. Нет? Нет. Она удивляет. Но таким кислым тоном. Ну, вот жизнь она такая. Давайте послушаем хорошую песню, все на ту же тематику. «Теряя тебя», это Крис Деборг. Вы слушаете «Понедельник.Лайв», программа «Кто раз издается» совместно. Радио «Семь бельцы» и интернет-телеминия «ТВ Былдс МД». Радио «Семь бельцы» и интернет-телеминия «ТВ Былдс МД» «Понедельник.Лайв», программа, которая совместно делает радио «Семь бельцы» и интернет-телеминия «ТВ Былдс МД». Я пытаюсь вам рассказывать о событиях, которые на прошлой неделе мне показались наиболее значимыми. Все их можно посмотреть, в видеоверсии всех их можно посмотреть на сайте интернет-телеминия «ТВ Былдс МД». Сегодня у нас в гостях, и до сих пор еще находится в студии, Ольга Дотсон, руководитель. Я все время путаюсь, Дотсон правильно или правильное ударение? Так вот, она руководитель семейного кризисного центра. И мы говорили о том, можно ли, главное, нужно ли правильные моральные семейные ценности прививать насильственным образом. Я полагаю, что только так это и возможно. Я вам хочу сказать, вы сослушали Крис Деборг, песню «Ваймс», хочу сказать, у нас тут гораздо интереснее было, нежели Крис Деборг мог себе представить. Спор наших в моральных ценностях принял достаточно такой определенный накал. И, Ольга, если можно, все-таки, хотелось бы, чтобы наши радиослушатели тоже услышали. Вот ваше точка зрения какая-то, что насильственным образом невозможно привить правильные семейные ценности. Может быть, привить можно, но следовать им насильственно все равно не будешь. Если, я с этим с вами не соглашусь, если все время говорить ребенку, ты должен делать так, так и только так. А вы так не делаете со своими малыми? По-всякому бывает. Но если мы не показываем им альтернативы, если мы не даем им выбор, то, да, вот очень часто бывает в семьях, где очень авторитарные родители. Вот и у меня такая маточка, предположим. Мне уже сколько лет, а она все еще такая авторитарная, что места мало. Рано или поздно дети-то срываются. И вот этот глоток для свободы для них, да, и как раз является тем фактором, когда, ой, как накосячат, извиняюсь. Главное, чтобы мама не узнала. Я приведу пример про жизнь семейную и как бы вот юношескую. Я учился в институте в Минске, в Ротехническом. И у нас в группе был молодой человек. У него мама была главный инженер завода электрон, который телевизоры делал. Я хочу сказать, что очень серьезный институт был. У нас в группе были все с золотыми медалями. Ну, кроме меня, у меня просто пятерочный аттестат. А четверка по труду, что характерно. Так вот, вот этот вот молодой человек попал, ну, молодой человек, попал в пьяную драку возле ресторана, плюс к тому. А спор тогда был комсомол, там все дела. И вот его в полицию, когда привели в милицию, естественно, в Советский Союз был, ему говорят, Валентин, кому сообщить, в институт или маме? Валентин знал, что если сообщать в институт, через три дня он уходит в армию. Организованно уходит в армию. Он сказал, лучше скажите в институт. Только не говорите маме. Ну, вот я про то же. Мама же наверняка говорила, что хорошо, что плохо, правда? И мама четко и конкретно требовала исполнения всего того, что хорошо. Но как только ребенок остался без маминого глаза, Крешу сорвала. Крешу сорвала. Поэтому не всегда навязывая кому-то, что хорошо и что плохо, мы даем человеку свободу. Или мы его обезопасим от каких-то поступков. Только он сам вправе решать, что ему хорошо, что плохо. Поэтому мы, наш центр и наши специалисты, не берем на себя ответственность за то, как дальше будут жить. Мы можем только, опять же повторюсь, предложить различные сценарии. Если ты остаешься, тебя ждет вот такая ситуация. Если ты уходишь, у тебя впереди такие перспективы. Если ты подаешь в суд, тебя ждет такое развитие событий. И только каждый человек сам вправе решать, что ему делать и как поступать дальше. Ну, вот у нас время уже для наших гостей подходит к концу. Ну, хотя еще интересно разговаривать. Ольга у нас, оказывается, даже в моем теперь представлении, она не столько директор семейного центра, сколько практикующий психолог, который с реальными людьми. Она говорит нет, но видно, что человек думал об этом. То есть мысли эти не рождены сейчас, явно. Она против меня сидит, я это вижу. Она думала об этом. И она может давать советы. Так что, если есть у вас проблемы, то телефон центра как звучит? 0-231-925-41. 9-25-0-231-925-41. Вот это вот центр Сотис, кризисный семейный центр. У нас в гостях была его директор Ольга Доцин. Спасибо. Думаю, что еще как-нибудь мы с вами поговорим. Спасибо большое. Про то, что хорошо и что плохо.